Доброе утро! Они говорят, что мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи. И на самом деле здесь все вы правы и не правы одновременно, потому что с одной стороны, да, мы вроде бы экономим деньги, но мы не экономим время. А время – продукт самый бесценный. То есть время мы не сможем купить. Деньги мы сможем догнать, время не купим. Хорошо, тогда расскажите, с чего нужно начать, составляя семейный бюджет? Давайте начнем с самого главного. Кто его должен вести? Мужчина? Нет. Нет. Я знал. Оба супруга? Только женщина. Прерогатива женщины – это хранительница очага. Мужчина – это такой с руком, с копьем. Мужчина может потратить и не заметить. Это про меня. Да, мы слушайте. Мы, мужчины, будем тоже с удовольствием… Давайте я прямо сейчас покажу прямо на флипчарте, как вести свой бюджет. Итак, основное заблуждение, что я вижу на протяжении той практики, которая у меня есть. Люди обычно пишут два пункта. Давайте вы мне подсказывайте, кто ведет из вас. Расходы, доходы. Все, два. Абсолютно не так. Это приход. Вот. Ну, то есть те деньги, которые у нас есть. Те деньги, которые у нас к нам пришли. В первую неделю пришло вот столько-то. Вы записали сумму. Так, все понятно. Давайте дальше. И так дальше, и так дальше. Вот здесь очень важно, очень важно остаток с прошлого месяца. Иногда бывает ноль, иногда и в минус. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Сейчас мы сделаем так, чтобы было не ноль и не минус, а у нас был рост. То есть мы должны всегда в рост. С одной и той же зарплатой вы будете тратить гораздо больше, чем вы тратили сегодня. Хотите? Здорово. Дальше. Итого. То есть мы подводим итог. Итого, соответственно, это сумма всех пунктов. Дальше идем. Второй пункт. Второй пункт. Обязательно у всех пишут расход. Неправильно. Пишите. Накопление. Если не включить этот пункт, у нас будет всегда ноль. А кто бы хотел, чтобы был не ноль, а ну? Все хотят. Отлично. Тогда накопление. Вот здесь работает принцип трех копилок. Принцип трех копилок, это меня научила моя бабушка, она еврейка в поколении, поэтому я вам даю еврейские принципы. Да простят меня все... Вы раскрываете страшную еврейскую тайну. Да, да, да. Я вам даю страшную еврейскую тайну. Итак, три копилки, друзья мои. Первая копилка, это капитал. Что подразумевается здесь? Капитал, это то, что вы никогда не будете трогать в своей жизни, никогда вообще. Это НЗ, неприкосновенный запас, как угодно называйте. Никогда не трогаем. Понятно. Важно, чтобы это было сохранено и желательно, чтобы это было под проценты. Кому это будет интересно, буду рассказывать. Хорошо, дальше. Второй пункт. Инвестиции. Здесь что предполагается? Если здесь мы не трогаем в капитале, инвестиции то, что обязательно берем. Обязательно берем и в рост. Например, тренинги, семинары, обучение, прокачиваем себя, повышаем свой статус. Инвестиции в какие-то проекты. Это должно принести сверхдоход. Третий пункт. Третий пункт. Благотворительность. Вот здесь уже расходная статья. Расходная статья. Расходы можно разделить на категории, да? Оплата, учебы. Расходы можно делить, можно не делить. Как угодно. Раньше мы писали расходы каждый день. Потом стали с семьей писать каждую неделю. Сейчас мы делаем очень просто. Я все, что покупаю, собираю чеки. Это обязательно, да, собирать чеки? Обязательно, друзья мои. Я вам скажу, что такое нищета. Нищета от слова не считал. Вот если мы не считаем, у нас с вами нищета. Поэтому если вы не хотите жить в нищете, надо считать. Итак, расходы как хотите, как угодно. Хотите, классифицируйте. Не хотите, не классифицируйте. Без разницы. Важно только одно. Очень подробно их расписать, чтобы найти одного зверя, который жирает наш бюджет. Сейчас я об этом звере подробнее расскажу. Вы можете их писать очень тщательно. Рекомендую 3-4 месяца писать очень тщательно. Вплоть до того, что я покупаю жевательную резинку, конфетку. До копейки. Зверя нарисуем красным. Так. Вот этот зверь жирает обычно из моей практики 30-40% бюджета. Четвертый пункт обязательный. Какой пункт? Остаток. Давайте в какую сумму возьмем? Условную. 30 тысяч рублей. Давайте мы возьмем, чтобы было проще считать, чтобы ни вашим, ни нашим 100%. Хорошо. 100%. Пришли вот здесь. Здесь мы считаем, что здесь пока у нас ноль. Ну, нету ничего. Нету ничего. Соответственно, у нас и того 100%. Как это работает? Рассказываю. Сразу делим на две части. 70 и 30. 70 и 30. 30 идет в накопление. Так. 10% в капитал. 10% в инвестиции. 10% на благотворительность. Оставшиеся 70%. У нас здесь осталось и того 70. Правильно? Запомните эту цифру. 70. Есть два варианта. Запустили в расход и получили ноль. Да. Или сразу оставляем в остаток. Вот мы с вами, допустим, мы с вами семейная пара. Можно такую ролевую игру сегодня, да? Ну, допустим, да. Сколько вот мы с вами оставим на следующий месяц? Ну, допустим, из этих 70 тысяч я бы оставила 1020. Отлично, но много. Мы сразу не готовы. Давайте будем, скажем так, постепенно, потому что если делаем прививку, то хотя бы дозировано, да? 5 тысяч. 10. Ну, все, сошлись. 10, да, сошлись. Поторговались и сошлись. То есть остаток должен стоять 10% от прихода. Не всегда у нас тут так получилось. Не всегда получилось так. Получилось так. Это нормальная практика. Поверьте мне, если вы потратите 70 или 60 или 70, вы не почувствуете слишком большой разницы с точки зрения того, что ваша жизнь изменилась. Нет. Но когда вы увидите магию вот здесь, вы тогда почувствуете, в чем это будет магия. Спасибо вам большое за сегодняшний такой мастер-класс и хороший совет относительно того, как правильно вести бюджет. Я надеюсь, сегодняшняя схема поможет нашей. Крутая схема. Я ее прямо сейчас сфотографирую. И помните, что бюджет, и вы, друзья, помните, что бюджет должна вести жена. Спасибо большое.